Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Итак, мы говорили о том, что исцеление нам принадлежит. У любой монеты есть две стороны — орёл и решка. У монеты исцеления также есть две стороны. Одна сторона монеты исцеления заключается в том, что исцеление нам принадлежит. И так часто люди говорят «Ну раз исцеление мне принадлежит, я просто его возьму». И они продолжают это говорить, но ничего не меняется. Ну тогда стоит взглянуть на обратную сторону монеты исцеления и увидеть, почему я не получаю. Потому что исцеление принадлежит нам. Но другая сторона этой монеты касается того, что нужно сделать мне, чтобы занять правильное положение для получения исцеления, которое мне принадлежит. И мы уже с вами говорили о том, что нам нужно делать, потому что исцеление и все Божьи благословения нам принадлежат, но они не приходят автоматически. Они не происходят автоматически. Нам нужно находиться в правильном положении, чтобы они могли достичь нашей жизни. И мы говорили о том, что первично, о послушании. Если мы хотим получить исцеляющую силу Божью, которая нам принадлежит, нам нужно ходить в послушании Богу. Давайте снова посмотрим второзаконие 28 главу 1 и 2 стихи. Если ты будешь тщательно слушать, это условие поставлено нам, не так ли? Это не от Бога зависит. Если мы будем слушать и слушать тщательно, не просто слушать время от времени. Некоторые люди слушают в воскресенье, но уже к понедельнику забывают. Тщательное слушание означает, что вы слушаете с намерением исполнить. Аллилуйя! Итак, если вы слушаете тщательно, слушание – это признак взросления. Я прислушиваюсь к кому-то. Вы думаете, благословен Бог, я буду жить так, как сочту нужным. Никто мне не будет указывать. Вам придется учиться на горьком опыте. Вам придется набить шишки, пока вы не научитесь прислушиваться к кому-то. Кто-то знает больше, чем вы. И уж лучше найдите таких людей и прислушайтесь к ним. Давайте начнем с пастора. Пастор должен знать Бога лучше, чем паства. Аминь. И вам нужно слушать. Когда мы читаем, слушайте тщательно. Это значит быть готовым учиться. Не будьте всезнайкой. Аминь. Бог настолько необъятный. Вы не знаете о нем всего. И слово говорит «мы знаем лишь отчасти». Так? Мы знаем лишь отчасти. Это значит, вы приносите свою часть, я приношу мою часть, мы все приносим свои части и вместе знаем больше. Но только если прислушиваемся к частям друг друга. Аминь. Итак, если мы собираемся тщательно слушать, мы должны научиться слушать. Это огромный урок для успешной жизни. Прислушиваться к кому-то. Аминь. Человеку, который не слушает, вы говорите «не едь так быстро, не надо так водить машину». А он не слушает. Придется учиться на горьком опыте. Аминь. Говоришь ему «не водись с теми людьми». Не слушает. Набьет свои шишки. Потому что не слушает. Ему говорят, а он не слушает. Говоришь «перестань встречаться с этим человеком». Не слушает. Будет свой горький опыт. И иногда этот горький опыт длится 30 лет. В браке с неправильным человеком в жизни ниже плана Божьего, потому что неправильно женились, потому что не слушали. Люди говорят «а почему Бог это допустил?» Вопрос не в Боге, а в том, почему вы не слушали. Почему вы не слушали? Многие нуждающиеся в исцелении люди должны остановиться и сказать «Бог, есть ли что-то, к чему мне нужно прислушаться? Не сказал ли ты мне что-то? Есть ли что-то, что Слово повелело мне сделать, а я этого избегаю?» Спросите Бога. Дух Святой вам покажет. И я рискну сказать, что большинство из нас знает, в чем мы непослушны. Мы уже знаем. Я слышала от людей такие фразы, как «скрытый грех», «тайный грех». Я понимаю, что люди пытаются сказать, что иногда можно не замечать в себе что-то, что заметно другим, но на самом деле нет такой вещи, как «тайный грех». Когда вы грешили, это для вас не было тайной, вы там присутствовали. Нет тайного греха. Вы были там. И я осмелюсь сказать, когда мы не повинуемся, мы знаем, в чем именно мы непослушны. Ну, я помолюсь об этом. Просто сознайтесь, просто посмотрите правде в глаза. Вы знаете, когда поступаете неправильно. Почему? Потому что ваш дух вас обличает. Бог не станет вас осуждать, но ваш собственный дух вас обличит, когда вы знаете, что поступаете не так. А уж если вы не будете прислушиваться к обличению вашего духа, вам придется осознать, что вы теперь вне правильного положения. И если вам что-то нужно от Бога, вам придется вернуться в правильное положение, если вы хотите это получить. Опасно быть не в том положении. На автомагистрали есть определенное направление движения машин. Четыре полосы движутся в одном направлении, и четыре в противоположном. Аминь. Попробуйте выйти из правильного положения, выехав на встречную полосу и решив ехать против течения. Может, вы увернетесь от одной машины, даже от двух, но вы столкнетесь с чем-то на этой полосе. Почему? Вы не в том положении. То, что вчера это вам не навредило, и сегодня нет вреда, еще не значит, что это вам не повредит. Вернитесь в правильное положение. Это значит, вернитесь в послушание. Делайте то, что говорит Бог. Прекратите требовать, чтобы все было по-вашему, и чтобы все вокруг менялись, чтобы потакать вам. Это опасный образ жизни, когда вы ожидаете, что все вокруг будут подстраиваться под вас, меняться, чтобы угодить вам, потому что Бог не собирается меняться под вас. Многие люди манипуляциями заставили членов семьи измениться в угоду им. Но Бог не будет объектом манипуляций. Может, вы выдрессировали свою вторую половинку, и при помощи определенных приемов вы добиваетесь своего? С Богом это не пройдет. А для вас благословение это понять. Аминь. Почему он не станет меняться в угоду вам? Потому что он идеален. Совершенству нет необходимости меняться. Ему не надо меняться. А для вас будет благословением войти в поток его совершенства, делать то, что говорит он. Аминь. Ваше исцеление находится именно в послушании. Люди говорят, я уже долго провозглашаю исцеление. Когда вы знаете, что вы находитесь в непослушании Богу, ваша вера не будет работать. Аминь. Ваша вера не будет работать в непослушании, и поэтому, когда вы пытаетесь получить исцеление, она не срабатывает, потому что вера и непослушание несовместимы. Ну, слава Господу. Итак, во Второзаконии 28 в 1 и 2 стихе сказано, «Если ты будешь тщательно слушать глаза Господа, Бога твоего, чтобы хранить и исполнять». Что это значит? Мы исполнители слова. Не просто слушатели, как Иаков сказал. «Не будьте просто слушателем слова, будьте исполнителем слова». То Господь, Бог ваш, когда вы исполняете слово, поставит вас выше всех. Послушайте, вам не придется пытаться преуспеть в жизни. Повинуйтесь Ему, и ваше повиновение создаст позицию успеха в вашей жизни. Вам не придется молиться и молиться, и взбираться по карьерной лестнице наверхушку. Вам не придется идти по головам, чтобы подняться выше, потому что Бог говорит, что ваше послушание поднимет вас туда. Аминь. И во втором стихе сказано, «И придут на тебя». На кого? На того, кто слушает и повинуется. На человека, послушного слову. «И придут на тебя». Все благословения сии и исполнятся на тебе. То есть вам не придется молиться, «О, Боже, благослови меня, благослови меня». Они придут на вас. Почему? Потому что благословения идут рука об руку с послушанием. Войдете в послушание, и там будут благословения. Аминь. Все благословения сии, все, все придут на тебя, и в английском обгонят тебя. Они будут сопровождать вас, а потом и обгонят вас. И куда бы вы ни шли, вы будете уже входить в благословение, потому что каждый шаг в послушании – это шаг в благословении. Каждый шаг в непослушании – это шаг прочь от благословений. Почему тот человек выглядит более благословенным, чем я? Это называется послушанием. Он повинуется в большей степени. Аминь. «И придут на тебя все благословения сии». Видите, не придется молиться и поститься, чтобы их заполучить, потому что они не приходят через пост и молитву, они приходят через повиновение. Люди молятся и молятся, чтобы Бог их чем-то благословил, и не получают. Войдите в послушание, все это придет. «И придут на тебя все благословения сии» и исполнятся на тебе. В каком случае? Если? Он снова называет условия. Благословение Божие имеет условия. «Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего». Вы скажете, «Ну, это Ветхий Завет». А что, в Новом Завете вам не нужно слушать? Библия говорит, что Новый Завет – лучший Завет. Это значит, вам нужно слушать лучше. Не меньше слушать, потому что мы теперь в Новом Завете, так что все приходит автоматически. Не автоматически. Новый Завет – лучший Завет, так что мы можем повиноваться на совершенно новом уровне, потому что теперь нам помогает Дух Святой. А в Ветхом Завете у них даже не было Духа Святого так, как он есть у Новозаветной Церкви. Аминь. Так что этот Завет на самом деле лучше, и нам следует войти в большую степень повиновения, потому что у нас есть Божественная помощь, какой не было у Ветхозаветных людей. Аминь. Слава Господу! Мне нравится, что сказал один проповедник. Он размышлял над этой фразой во второзаконии, что Бог поставит тебя выше всех. Он размышлял над этим. И Бог проговорил к нему. «Есть место для тебя наверху, если ты заинтересован». И проповедник сказал, «Я заинтересован». И Бог сказал, «Тогда выполни условие, будь послушен Мне». И тогда Бог сказал ему, «Твое послушание – это твой лифт наверх. Когда ты устал повиноваться, ты устал двигаться вверх. Пока ты в послушании, твое движение вверх невозможно остановить». Послушайте эту фразу «невозможно остановить». Не важно, что происходит с экономикой, не важно, потеряли ли вы работу, это не важно. Ваше движение вверх невозможно остановить, когда вы послушны. Почему? Потому что послушанию незнакомо движение назад. Аминь. Так часто люди пытаются получить больше веры, больше веры. Послушайте, нам нужно питать свою веру, нам нужно ее развивать. Но вера не заменит послушание. Вера действует только в послушании. Поэтому нам нужно исследовать свою жизнь. В чем я не послушен? Где я могу стать более послушным Богу? Аминь. Потому что благословение там, где послушание. Аминь. Человек, которому Бог это проговорил, тогда был молодым пастором с горсткой людей, а сейчас он пастор крупнейшей церкви в мире. Очевидно, он повиновался. И его повиновение поставило его на высоту. Если Слово возвысило одного человека, оно возвысит и другого. Но вам нужно исполнять Слово. Аминь. Быть исполнителем Слова. И как я говорила, не только выполнять записанное Слово, но и то, что Дух проговорил конкретно вам. Потому что Слово – это общие Божьи инструкции для всех. Но Дух дает конкретные инструкции о том, как применять это Слово. Например, Слово не говорит вам, с кем вступить в брак. Оно говорит вам, что вы можете молиться Богу о супруге. Библия говорит, кто нашел жену, тот нашел благо. Так? Но Слово не говорит вам, на ком жениться. В этих вещах вас будет вести Дух. Слово говорит, что Бог позаботится о всех ваших нуждах, обеспечит вас. Но Дух Божий говорит вам, каким бизнесом заняться, какой профессией. Так? Он поведет вас в деталях вашей жизни. Поэтому, когда мы говорим о послушании Богу, мы говорим не только о записанном Слове, мы также говорим, о чем Дух Святой обращался к вам. Если вы этим не займетесь, вам придется отказаться от исцеления. Но вам не нужно отказываться от исцеления. Просто повинуйтесь тому, что Дух говорит вам делать. И то, что никто другой не знает, что Дух сказал вам сделать, еще не значит, что вы можете этого не делать. Просто потому, что никто об этом не знает. Бог об этом знает. Аминь. Когда у кого-то нет успеха, я говорю о христианах, когда они терпят провал в какой-то сфере жизни, тому есть причина. Я говорю, есть причина. И даже если человек не называет эту причину, это не значит, что ее нет. И причина не в том, что Бог подвел, а в том, что кто-то не повиновался где-то на своем пути. Аминь. Ну, слава Господу. Опять-таки, мы не зарабатываем исцеление. Мы становимся в правильное положение, чтобы принять то, что нам уже принадлежит. И это две разные вещи. Аминь. Аллилуйя. Мы говорили о том, что есть две стороны монеты исцеления. Вторая сторона – это что нам нужно делать, если мы собираемся жить в исцелении, которое нам принадлежит. Быть послушными Слову и Духу. Далее я хочу поговорить о том, что нам нужно ходить в праведности. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Праведность означает быть в правильном положении перед Богом. Если вы рождены свыше, Иисус сделался вашей праведностью. У вас есть право приходить в присутствие Отца и знать, что это ваше место. Дело не в попытках заработать это добрыми делами. Праведность невозможно заслужить. Иисус ввел нас в Свою праведность. У нас есть доступ к Отцу из-за того, что Иисус сделал для нас. Итак, если вы рождены свыше, вы находитесь в правильном положении перед Богом. Разве не так? Теперь, раз мы находимся в правильном положении перед Богом, нам нужно жить соответственно. Это значит, что мы должны проводить свой каждый день так, словно мы праведны перед Богом. То есть, это влияет на то, как мы живем. Это влияет на то, куда мы ходим. С кем мы проводим время. Какие у нас разговоры. Это называется ходить в праведности. Мы были сделаны праведными перед Богом, и теперь нам нужно привести свою ежедневную жизнь, свои поступки, свое поведение в соответствие с этой праведностью. Аминь. Аллилуйя. Это значит, что праведность должна быть нашим образом жизни, и мы не должны упорствовать в грехе. Если вы остаетесь в грехе, вы открываете дверь для дьявола. Именно поэтому некоторые люди не получают исцеления. Они не оставляют грех. Они не хотят отказаться от чего-то. Кто из вас понимает, все на самом деле сводится к повиновению Слову. Мы опять возвращаемся к первому пункту, к послушанию. Но я хочу говорить об этом подробнее, потому что именно тут люди в основном совершают ошибки. Вы не можете просто ходить на свидание с кем-то, с кем вам заблагорассудится, когда Дух Божий сказал вам оставить этого человека. Вы не можете просто жить, как вам вздумается, говорить, как вам захочется со своим супругом, и при этом думать, что вы получите от Бога самое лучшее. Если Бог сказал вам разобраться с этим и справить это, вы не живете в праведности. Аминь. А нам нужно проводить свою жизнь в праведности, если мы хотим получить то, что нам принадлежит. А это значит отказаться жить в грехе. Будем ли мы оступаться? Будем ли грешить? Да. Но мы знаем, если мы исповедуем свои грехи, Он верен и праведен, чтобы простить нас. Если вы оступились, исповедуйте как можно быстрее. Что делает исповедь и раскаяние? Сразу возвращает вас обратно в поток, где Бог и Его сила могут вас достичь. Когда вы оступаетесь, вы вылетаете из потока вот сюда, за пределы той территории, где Он может вас благословить. Поэтому, как только вы оступились и осознаете, я согрешил, я оступился, кайтесь очень быстро, возвращайтесь обратно в поток, потому что вы даже не представляете, как быстро дьявол может работать против вас. Не надо ждать целый день, чтобы все исправить. Не надо ждать и часа, чтобы все исправить. Дьявол только и ждет, чтобы вы оказались на его территории. Согрешить значит попасть на территорию дьявола, и там нет Божьего потока. Научитесь, когда оступаетесь, каяться очень быстро, очень быстро, очень быстро, очень быстро. Дорогой, я каюсь, я не должна была этого говорить. Я не должен был этого говорить. Ну, я не буду каяться, это выставит меня слабым. Сильный человек кается, а слабый нет. Если вы в своем браке не каетесь, вы слабы. Благословен Господь, аллилуйя, благослови душа моя Господа. Если жена ни разу не сказала, прости меня, дорогой, я была неправа, это слабость. Если мужчина ни разу не сказал своей жене, дорогая, прости меня, я был неправ, я не должен был так поступать, это слабый мужчина. Именно сильный человек, сильный в общении с Богом, сильный в вере, говорит, я оступился, я все исправлю. Почему? Он хочет быть праведным, а не защищать свою гордость. Ваша гордость вас уничтожит. Откройте со мной быстренько, потому что так мало времени осталось, мне нужно так много всего сказать, очень-очень быстро. 1 Петра, 2 глава. Я одновременно пытаюсь вспомнить, когда я буду в следующий раз здесь проповедовать, чтобы больше раскрыть эту тему, но не знаю, когда так, что уж лучше выгрузить все сразу. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Посмотрите, мы обожаем этот стих, ведь это стих исцеления. Мы его так часто цитируем, как и должны. Но давайте не будем искажать его и не замечать, что в этом стихе. 1 Петра, 2, 24. Я все еще слышу шелест страниц, открывайте быстрее. Время тикает. 1 Петра, 2, 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. Посмотрите на это. Почему мы можем сказать, ранами его вы исцелились? Потому что он разобрался с грехом. Видите ли, именно грех открыл дверь для болезни на земле. Когда Адам согрешил, пришли болезни. Итак, Иисус исцелил нас, разобравшись с проблемой греха. Как только он разобрался с нашим грехом, мы получили возможность исцелиться. Вы понимаете, о чем я? Вот о чем говорит этот стих. Но давайте прочитаем его еще раз. Я хочу, чтобы вы увидели эту фразу. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов... Посмотрите на следующую фразу. Жили для праведности. Теперь, когда Иисус понес наши грехи, мы не должны больше служить греху. У нас больше не должно быть беззакония в жизни. Теперь мы должны жить для праведности. Так мы должны жить. И когда сказано, чтобы мы жили для праведности... Посмотрите на следующую фразу. Ранами его вы исцелились. Видите? Исцеление возможно получить, когда вы живете для праведности. Мы должны жить для праведности, иначе будут проблемы с получением исцеления. Бог не будет удерживать исцеление. Но вы будете не в том положении. Вы не можете получить исцеление, когда вы не ходите в праведности. Вам нужно поступать правильно. Вам нужно жить правильно. Вам нужно жить в соответствии со Словом. Папа Хеггин нам говорил, опасно прийти к Свету и не ходить в Нем. Что он имел в виду? Опасно знать, что Слово говорит, и решить этого не делать. Это не предмет выбора. Он говорил, что это опасно. Аминь. Когда вы знаете, что что-то неправильно, что это не угодно Богу, вам нужно прекратить это делать, потому что иначе вы выходите из потока, в котором его помощь может вас достичь. Вы скажете, ну я не болен. Вы не знаете, что дьявол может попытаться сделать посреди ночи. Вы не знаете, когда в жизни возникнет чрезвычайная ситуация. А вам нужно быть в потоке, когда она на вас обрушится, а не заигрывать с дьявольской территории. Не ходить в праведности – это заигрывать с территории дьявола. Одной ногой в мире, другой ногой в церкви. А-а-а. Вы не в безопасности. Единственное безопасное место – это жить в праведности. Жить правильно. Жить в соответствии со Словом и угодно Богу. Знаете, что Иисус сказал человеку, исцеленному купальни Вефезда, в 5 главе Иоанна, 14 стихе? Был больной человек у купальни Вефезда. Иисус его исцелил и позже нашел его в храме и сказал, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Другими словами, если вы будете упорствовать в греховном образе жизни после встречи с Богом, после того, как Бог вас благословил, дьявол это увидит. И он не просто вернет вам то, от чего вы страдали прежде, он сделает все еще хуже. Вы окажетесь в худшем состоянии, чем прежде. Поэтому Папа Хеггин сказал, опасно подойти к свету и не ходить в нем. Потому что, когда Бог вас освобождает, лучше не заигрывать с тем, что нечисто. Будете заигрывать с нечистыми вещами, и дьявол навесит на вас что-то худшее. Потому что жизнь вне праведности дает ему разрешение. Ну, слава Господу! Теперь нам нужно рассмотреть третью вещь на обратной стороне монеты исцеления. И это непрощение. Мы рассмотрели, во-первых, послушание, во-вторых, образ жизни праведности, и теперь, в-третьих, непрощение. В 11 главе Марка Иисус сказал своим ученикам, «Имейте веру Божью». Он сказал, «Вы можете обратиться к этой горе и сказать ей уйти, и она вас послушается». В том стихе, в Марка 11, 23, он говорит, «Вещи будут вам повиноваться, говорите к ним». Затем, в 24 стихе, он говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Он дает вам право. Все, в чем вы в своей жизни нуждаетесь, получить верой. Но затем, в следующем, 25 стихе, он говорит, «И, когда стоите на молитве, когда собираетесь высвободить свою веру, поговорить с Богом, он говорит, «Прощайте». «Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Другими словами, он говорит, «Вот, все чудесные вещи, которые может совершить вера, но есть то, что помешает вашей вере действовать – непрощение». Когда вы в непрощении, ваша вера не может действовать. А если вы нуждаетесь в исцелении, вам нужно, чтобы ваша вера работала, потому что исцеление вы получаете верой. Если вы никак не можете кого-то отпустить, затаили обиду, злобу, горечь, держите зуб на кого-то, готовы ли вы поплатиться за это своим телом? Аминь. Потому что вы не способны принять исцеление, если собираетесь держать обиду. Вы не можете получить процветание, вы не можете получить никакие Божьи благословения, если будете держаться за непрощение. Прощение – это решение. Вы решаете простить, вы не ощущаете прощения. Вы выбираете прощение. Вы скажете, «Я не могу, вы не знаете, что они со мной сделали». А вы помните, что вы сделали с Иисусом? Помним ли мы цену, которую Он заплатил? Он простил нас, когда мы были грешниками и даже не просили Его об этом. Он заплатил цену за наш грех еще до того, как мы покаялись. Он это сделал. Если Он мог сделать это для нас, мы можем сделать это для кого-то. Я выбираю простить. Почему? Мне нужна моя вера больше, чем мое чувство непрощения. Мне нужна моя вера больше, чем моя обида. Аллилуйя. Прощение – это решение. Вы прощаете верой. Не важно, что я чувствую, я прощаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Церковь. Я хочу сделать кое-что, прежде чем мы будем служить присутствующим здесь. Я хочу послужить тем, кто нас смотрит. Прострите руки. Не надо поворачиваться. Просто прострите руки к камерам. К любой из них. И давайте подумаем о людях по другую сторону этих объективов. Они могут в чем-то нуждаться. Кто-то проходит огромные трудности. Кто-то тяжело страдает. Отец, мы благодарим Тебя за исцеляющую силу. Иисус, Ты заплатил такую цену, потому что Ты так сильно желал, и Отец так сильно желал, чтобы Твои дети жили в исцелении. Поэтому я говорю, исцеление во имя Иисуса, да войдет в каждого человека, в каждую жизнь, в каждого, кто в этом нуждается. И пусть они примут сейчас силу исцеления с головы до пят. Дьявол, убери свои руки от их тела. С головы до пят. Убери свои руки. И исцеляющая сила Божья входит и исцеляет, поднимает, производит в них работу. Мы благодарим Тебя за то, что эта сила исцеления течет прямо сейчас во имя Иисуса. Те, кто смотрит, просто скажите, «Я принимаю это». Не нужно пытаться добиться, чтобы Бог дал вам что-то. Просто примите то, что Он вам уже дал. Ваше дело сказать, «Я принимаю это прямо сейчас». «Я принимаю это». Даже если вы не чувствуете никаких изменений в теле, суть не в том, что вы чувствуете, а в том, что вы принимаете. «Я принимаю это». «Я принимаю это». И когда вы принимаете, вскоре ваше тело это почувствует. Аллилуйя. Отец, мы благодарим Тебя за силу исцеления, которая прямо сейчас действует в жизни этих людей. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok